О громком убийстве, которое произошло 26 сентября прошлого года, узнала вся страна. В собственной квартире были убиты Павел Васильевич Макеев и его супруга Римма Федоровна. 8 октября в Рязанском областном суде огласили приговор Максиму Куприну. Его признали виновным и назначили наказание в виде 19 лет заключения в колонии строгого режима. Дело было не раскрыто. Имело большой общественный резонанс. Было совершено в условиях неочевидности. Свидетель для очевидцев не было. Поэтому доказательства собирались по крупинкам. Хотелось бы отметить работу оперативных сотрудников, благодаря которым это преступление было раскрыто. Была обнаружена видеокамера на ближайшем доме, где изъято видео. Сотрудники просмотрели это видео. На нем был еще молодой человек, который, по их данным, уже ранее привлекался за кражу. Стали его отрабатывать, нашли, установили местонахождение, изъяли ряд предметов, на которых были обнаружены его биологические следы. И тем самым в последующем дал признательные показания. В ходе расследования были допрошены более 40 свидетелей. Назначено более 40 судебных экспертиз. Из них 18 дактилоскопических и 25 молекулярно-генетических. На первоначальном этапе расследования применялась различная криминалистическая техника, в том числе поисковая. Было организовано детальное обследование заросшего оврага общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Овраг был расположен неподалеку от дома потерпевших, и именно там следователи-криминалисты обнаружили и изъяли орудие преступления, а также часть похищенных из дома потерпевших предметов. Следствию удалось выяснить, что 26 сентября 2019 года обвиняемый Максим Куприн под предлогом продажи бытовых услуг проник в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны с супругой, и убил их, ударив молотком по голове. В момент задержания молодой человек не признавал свою причастность к совершению преступления. Однако под тяжестью собранных доказательств на завершающем этапе расследования Куприн признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».